В студии РЕН-ТВ Игорь Прокопенко. Вы смотрите программу «Территория заблуждений». Вещи покупаются и выбрасываются. Одни товары заменяют новые усовершенствованные аналоги. Этот круговорот шматья в природе и есть наша с вами жизнь. Например, сегодня мы купили новый компьютер, но если завтра выйдет следующая модель, наш новый компьютер сразу станет старым. Мы помнёмся, помнёмся, да и пойдём покупать ещё один. А тот, который был новым, ещё месяц назад спрячем подальше, чтобы потом неизбежно выбросить на помойку, хотя он мог бы служить ещё очень долго. На первый взгляд ничего необычного в этом нет. Хочу – покупаю, хочу – не покупаю. Кому какое дело? А вот нет. Дело есть и ещё какое. Ведь в нашем обществе всеобщего потребления по одёжке не только встречают, но и провожают. О чём можно говорить с парнем, который с одним телефоном ходит пять лет? Тут одно из двух – либо нет денег, либо нет желания, что в современной системе ценности означает либо бедный, либо у него не все дома. Дорогие «Инфинити», «Лексусы», «Кадиллаки» и внедорожники всех мастей. Этими машинами, которыми забиты современные российские трассы, сегодня никого не удивишь. Но самое главное – никого не удивишь тем, что эти новенькие авто легко мнутся и складываются. Причём не только при ДТП, но и если просто с усилием потыкать в кузов автомобиля указательным пальцем. Автолюбители точно знают – современные машины служат намного меньше, чем те, что были выпущены лет 20-30 назад. Зачем делать добротные автомобили, которые будут служить 20-30 лет, когда можно делать красивые автомобили? В 2-3 раза дешевле они будут, но их надо уже ремонтировать там в ближайшее время, а менять через 2-3 года. И это было взято на вооружение. Значит, надо покупателю бивать в голову, что есть мода. Уже не модно ездить на автомобиле, который выпущен 5 лет назад или 10 лет назад. Эксперты говорят, наши люди теперь неохотно покупают заграничные автомобили. А ведь было время, когда любое авто было вожделенной мечтой каждого советского человека. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство – передвижение. У немногих счастливых советских автовладельцев не было предела радости и гордости за собственное авто, припаркованное у дома. Посмотрите, вот она, мечта всех советских автолюбителей, ставшей вожделенным после выхода в прокат знаменитой комедии «Гайдая бриллиантовая рука» – «Москвич». Наполагающееся мне по закону имя я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Ха-ха-ха-ха! Новая модель! Или вот такой автомобиль «Жигули Копейка». Провести под ним выходные в гараже с ключом и по локте в масле было основным хобби советских автовладельцев. И вовсе не потому, что эти машины часто ломались. Просто каждый, собственно, ручно и любовно усовершенствовал своего железного коня. Как бы сказали сегодня, апгрейтил и тюнинговал. Вы удивитесь, но в 80-е, когда у нас иномарки считались недоступной роскошью, в Англии снимали вот такие рекламные ролики о нашей советской «Копейке». Усиленная подвеска. Антикоррозийное покрытие днища. Каждая «Лада» построена, чтобы уцелеть и выжить. Два последних десятилетия советские машины в нашей стране не любили. И относились к ним с пренебрежением и как к пережитку «Совка». Ненадежность современных заграничных авто привела к тому, что сегодня машины «Мэйд ин СССР» снова входят в моду. Посмотрите, это реклама старого доброго «Запорожца». Нам приятно сообщить вам новость. Только что в магазин по продаже автомобилей поступила первая партия новых автомобилей «Запорожец». Новая модель значительно отличается от старой. Впрочем, посмотрите сами. Не правда ли? Красивая машина. Многие, увидев эту машину, улыбнутся. Но вы будете удивлены. Иметь машину времен СССР сегодня престижно и модно. Начался самый настоящий бум на ретроавтомобиль. Практически во всех крупных городах каждый год проходят парады советского автопрома. Посмотрите, вот такой недавно прошел в Москве. И собрал большое количество восторженных зрителей. А это первый советский кроссовер «Нива». Любопытно, но сегодня он снова в тренде. Причем не только в России, но и за рубежом. На дорогах Великобритании, например, наша «Нива» начала теснить и фермерские ленд-роверы, и аристократические роллс-ройсы, и Астон-Мартины. Автовладельцы самых разных социальных статусов выстраиваются в очередь за советским авто. Еще бы! Ведь затрат на детище советского автопрома ноль. А выдержать она может какие угодные испытания. Рекламируют нашу «Ниву» сегодня даже в современной Швеции. Посмотрите. Теперь ты знаешь, как относиться к «Ладе». Но что уж говорить о «Ниве», когда даже старенький инвалид-запорожец за 17 тысяч рублей вот так обходит дорогой ленд-ровер на бездорожье. И проезжает там, где первый позорно встает. Эксперты говорят, старенькие автомобили легко могут дать фору любой современной машине. А все потому, что качество современной продукции заметно упало. Все дело в том, что существует определенный цикл жизни товара. Этот цикл жизни товара рассчитывается таким образом, чтобы дать возможность производителю постоянно зарабатывать деньги. Представьте, если бы вы купили товар, который служил бы вечно, вы бы никогда не пошли бы покупать ему замену. Качество современных товаров сегодня такое низкое, что некоторые из них становятся просто опасными для жизни. Посмотрите. Казалось бы, безобидная стиральная машина. Но она, оказывается, может убить. Взгляните, это известная российская спортсменка Людмила Юрлова, бронзовый призер чемпионата мира по хоккею с мячом. Несколько месяцев назад она, ее муж и четырехлетний сын погибли в результате пожара, который произошел в их квартире в подмосковных Химках. Следователи выяснили, что причиной стало возгорание стиральной машинки в ванной комнате. Женщина поставила стирать вещи на ночь. И когда вся семья спала, произошло короткое замыкание, машинка вспыхнула и начался пожар. Это связано с элементарным желанием удешевить свою продукцию и сделать ее более конкурентноспособной. Инженеры не дорабатывают некоторые элементы или узлы либо для того, чтобы удешевить, либо для того, чтобы внести некое ноу-хау, которое еще не получило должной апробации на рынке. Кстати, в Соединенных Штатах уже известно о 700 случаях не только возгораний, но даже взрывов стиральных машин прямо во время стирки. Посмотрите, например, вот эта взорвалась с такой силой, что крышку машины оторвало и швырнуло на пол, а мелкие металлические детали и провода разлетелись во все стороны. Кусочки от машины отлетали сюда. Здесь были вмятины. Наверху есть немного вмятин. Есть дырки там в стене и углубления. Страшно представить, какими были бы последствия, если бы в момент взрыва кто-нибудь оказался рядом со злополучной стиральной машиной. Моя дочь кормит собак два раза в день. Я ужаснулась. В этот момент кто угодно из нас мог находиться здесь. Такой же случай произошел в доме американки Мелиссы Таксон. Причем во время взрыва рядом с машинкой находился ее четырехлетний сын. Но от летящих осколков женщина успела закрыть его с собой. Я помню, как я закрыла голову руками, склонилась над моим сыном и громко кричала. А у этой жительницы Хьюстона из-за взрыва машинки и вовсе сгорел дом. Позже выяснилось, что причиной взрывоопасного поведения стали некачественные крепежные элементы барабана стиральной машины. Вы видите, эта часть очень легко отходит. Это могло способствовать тому, что стиральная машинка разлетелась на части. Может быть, сломанную стиральную машину еще можно починить? В любом сервисном центре вам скажут, что это невозможно. Дело в том, что вся современная техника сделана так, что ее проще выбросить, чем отремонтировать. По мнению экспертов, в этом и кроется настоящая причина ее самоуничтожения. Просто истек срок эксплуатации, заложенный производителями этих машин. Ведь смартфоны, холодильники, утюги и пароварки сегодня делают так, чтобы уже через 3, максимум 5 лет они превращались в неработающий хлам. Это кажется невероятным. Но в крупнейших компаниях существуют даже специальные отделы, которые не только разрабатывают срок службы своей продукции, но и программируют поломки, чтобы техника наверняка сломалась через несколько лет. Чинить ее бесполезно. Зато человек будет вынужден купить новую. Так производители гарантируют себе получение прибыли. На этом уже полвека строится весь западный бизнес. Когда организация производит продукцию, они понимают, с каких материалов они делают. Если это касается сложной техники, то в этой сложной технике, соответственно, можно поставить программу, которая отвечает, в том числе, за срок службы. Все делается для того, чтобы техника, которая имеется в пользу, не устаревала, ломалась для того, чтобы впоследствии, через 3, через 4, через 5 лет, а иногда и раньше, покупали, приобретали за свои собственные средства аналогичные предметы. Самое удивительное, что принцип запланированного устаревания возник почти век назад, в 20-х годах прошлого столетия, одновременно с массовым производством и обществом потребления. Машинное производство в разы понизило стоимость товаров и повысило его доступность. Дошло до того, что многие американцы стали покупать вещи уже не по необходимости, а ради развлечений. Это продолжалось до тех пор, пока в 1929 году в Соединенных Штатах не обвалился фондовый рынок. Началась массовая паника, которая сменилась великой депрессией. Бешеным спросом пользовались уже не товары, а любые вакансии на биржах труда. Только представьте, к 1933 году работы лишилась четверть трудоспособных американцев. Финансовые власти безрезультатно искали выход из кризиса. Как вдруг крупный торговец недвижимостью, некто Бернард Лондон, предложил в своей критической статье радикальный рецепт оздоровления американской экономики. Его публикация называлась «Конец депрессии через планируемое устаревание». В статье предлагалось создавать обувь, машины и даже дома одноразовыми и утвердить срок годности для всех товаров на законодательном уровне. К примеру, для домов и автомобилей 5 лет, для бытовых товаров 3 года, а по истечению этого времени люди сдавали бы технику в утиль. Та техническая революция, которая произошла в начале века, она привела к тому, что товары, которые производились, обладали исключительным качеством и, собственно говоря, могли служить вечно. Но если товар служит вечно, его больше не покупают. Соответственно, если его не покупают, то деньги на это производство не приходят. И для того, чтобы стимулировать повторные покупки, и был придуман этот принцип устаревания, для того, чтобы вещи выходили из строя, люди покупали новые, тем самым вливая деньги в экономику, потому что экономика не может существовать без живых денег. Но идея Бернарда Лондона показалась всем чересчур радикальной. И закон о принудительном запланированном устаревании в 30-х годах прошлого века в США так и не был принят. После Второй мировой войны эта идея возникла вновь, но с некоторыми отличиями. Изменились методы воздействия на покупателя. Его предлагалось не принуждать, а убеждать. Вторая мировая война, кормилица и поилица Соединенных Штатов Америки. Причина появления новых миллионеров и крепкого благополучия простых американцев. Это было счастливое время, когда денег, море, товаров завались. Человечество впервые в своей истории научилось производить больше, чем нужно. Еды больше, чем можно съесть. Вещей больше, чем можно сносить. Оставалось только заставить рядовых американцев больше кушать и больше покупать. Но как это сделать? Американцы – нация прагматичная, им жалко тратить деньги. Именно тогда и была придумана концепция общества всеобщего потребления. Ты неудачник, если не носишь такие-то часы. Ты лузер, если не такой фирмы костюм. Не важно, что часы у тебя уже есть, и костюм тоже. Ты должен купить новое, иначе ты не из нашего общества. Взгляните, этот солидный мужчина – промышленный дизайнер, американец Брукс Стивенс. В 50-е годы для американского потребителя он разрабатывал практически все. От утюгов и тостеров до мотоциклов и поездов. Больше всего Стивенс не мог терпеть невзрачные товары, которые не вызывали желание их купить. Поэтому при нем машины стали напоминать межпланетные корабли, а кофеварки и пылесосы – замысловатых роботов-пришельцев из соседней галактики. Вещи стали гламурными, а главной свободой американцев провозглашалась свобода выбора товаров. Благодаря внешнему виду и функциональности вещей, наши дома станут более привлекательными и гламурными. Они будут демонстрировать не только любовь американцев к красоте, но и основную свободу американцев – свободу личного выбора. При этом Стивенс активно пытался манипулировать обществом потребления. Так он заявлял, что любой производитель должен стремиться вызвать у покупателя недовольство товаром, который еще вчера ему очень нравился. Но главное – убедить его выбросить этот товар и купить новый. Потребитель всегда хочет того, что хоть немного новее и хоть немного лучше, но при этом чуть-чуть раньше, чем он это ожидал. По мнению экспертов, именно это высказывание Брукса Стивенса положило начало идеологии ежегодного обновления товаров в индустрии потребления США. После чего запланированное устаревание стало основой экономического роста западных стран. Как это делается? Создается прототип, образ будущего, любой продукции. Телефон автомобиля, в автомобилях это особенно актуально. Показывают его в фильмах, показывают на выставках, какой-то супер концепт. И далее все модели потихоньку адаптируют под него. То есть создается стандарт, каким должен быть современный автомобиль. Он идеален, вот этот идеальный образ. И потом у текущих моделей с года в год фара меняется, крыло меняется. И потихоньку он приходит к этому идеалу. Соответственно, чем модель у тебя, чем автомобиль дальше от этого идеала, тем ты считаешь, что она более старая и плохая. У экономического роста Соединенных Штатов Америки есть еще один секрет. Они подсадили весь мир на доллар. И теперь вся планета поддерживает их экономику. Именно поэтому американцы могут безудержно потреблять. Мало кто знает, например, что среднестатистический калифорниец потребляет столько же, сколько 5-6 жителей планеты Земля. И речь тут, конечно, не о еде. Это значит, что калифорнийец в 5-6 раз чаще меняет одежду, мебель, машины, квартиры, дома. И все это лишь потому, что доллар стал всемирной валютой. Кстати, СССР доллар долго не признавал. За что после окончания Второй мировой на Сталина была устроена настоящая травля. Я думаю, что наша партия оправдала эти надежды. Особенно в период Второй мировой войны, когда Советский Союз, разгромив немецкую, японскую, фашистскую иеронию, избавил народы Европы и Азии от угроз фашистского рабства. Примерно с середины прошлого века нам постоянно говорили, что Сталин был кровавым тираном, уничтожавшим свой собственный народ. А значит, убеждали нас, мы все должны чувствовать и собственную вину за эти события. О репрессиях, доносах и тюрьмах в сталинский период сказано уже немало. Но есть и другая сторона дела. Она касается экономической мощи страны. Ведь именно под руководством этого странного, волевого и неоднозначного человека Советский Союз превратился из разрушенной гражданской войной аграрной страны в современную и сильную супердержаву. И произошло это невероятно быстро. Буквально за 10-15 лет у нас были построены гигантские заводы, проложены тысячи километров магистралей, заработали новые гидроэлектростанции. И все это тоже Сталин. Только вдумайтесь, с конца 20-х годов до начала Великой Отечественной страна успела построить и запустить более 9 тысяч крупных промышленных предприятий. Таких рывков в истории человечества никогда не было ни до, ни после. Да что там говорить. Многие экономисты на Западе и сегодня не верят в то, что советские люди это сделали. 29-й год, это первая пятилетка. Значит, что произошло? Это был необыкновенный прорыв. Такого в истории нигде не было. На Западе всюду писали, что это была, что это фантазеры кремлевские. Что никогда этот пятилетний план не будет выполнен. Потому что страна в разрухе. Ну, допустим, если в 29-м году уровень неграмотности был 58% в стране, то уже к концу пятилетки 90% страна была грамотная. То есть умели люди читать, считать, писать и так далее. А в 30-м году была полностью ликвидирована безработица. Конечно, главным аргументом у зарубежных критиков было то, что, по их мнению, вся советская империя была построена на костях заключенных. Они говорят, что на тысячах строек трудились миллионы узников. Таким образом, Сталин получил бесплатную рабочую силу и смог совершить этот гигантский индустриальный скачок. Тут сложно спорить. Конечно, лагеря у нас были. И там действительно умирали миллионы. Это печальная страница в нашей истории. Вот только когда западные историки объявляют, что это был уникальный для всего человечества эксперимент, они врут. Дело в том, что репрессии, незаконные аресты и трудовые лагеря были обычным явлением и в Америке. И не когда-то давно, а в 30-е годы 20-го века. Вот посмотрите на эти кадры. Это не художественное кино, не постановка. Это стопроцентно документальное видео. Его сняли в 1932 году в США. Видите, дети стоят в очереди за тарелкой супа. А вот женщины в лохмотьях. А вот так эти люди живут. Одни в палатках, другие, кому повезло, в деревянных сараях. А некоторые и вовсе ночуют прямо у рельсов железной дороги. Это бывшие американские фермеры. В начале 30-х правительство решило их раскулачить. Правда, за океаном тогда употребляли другой термин – дефарминг. Но суть одна. У людей отобрали все имущество, земли и деньги. Американцы вообще не любят вспоминать о неприглядных страницах своей истории. Они живут в мифологизированном мире. Они рассказывают о том, как плохо жилось, например, в Советском Союзе, в социалистических странах. Но про свою историю они не любят рассказывать. Хотя на самом деле система бешеной эксплуатации, которая возникла в период Великой Депрессии, она же катастрофична. Это и разорение фермеров, когда они лишали своих наделов, своих участков, возможности зарабатывать. Принудительные работы. Это и насильственное выселение, лишение имущества в годы Второй мировой войны японцев, которые являлись гражданами Соединенных Штатов. А начиналось все с банков, которые сначала подсадили фермеров на кредиты, а затем вдруг срочно потребовали их вернуть. Денег, чтобы рассчитаться с долгами, у американских крестьян не было. И их выгнали со своих земель. Нищие люди пошли в города искать хоть какую-то работу, но там уже были миллионы безработных. Люди просто умирали с голоду. И тут правительство догадалось, как можно заработать на умирающих фермерах. Их согнали в трудовые лагеря и заставили работать. Разве не похоже все это на советский гулаг? Смотрите, если не знать, где именно сняты эти кадры, можно подумать, что это прокладывают рельсы на Байкало-Амурской магистрали. Каждый месяц эти несчастные работяги получали 30 долларов. Правда, 25 тут же уходили в налоги или на покрытие долга. Миллионы семей в подобных лагерях жили всего на 5 долларов в месяц. Великая депрессия, как ее называют, это в 1931 году случилось, когда начался знаменитый марш мира безработных на Вашингтон. То есть миллионы людей потеряли работу из-за этого кризиса страшного. Миллионы людей со всех Соединенных Штатов собирались идти маршем протест на Вашингтон. А лозунги были такие, пусть капиталисты, пусть богатые делятся с бедняками. И понятно, что это черное пятно в истории Соединенных Штатов, о которых пытаются не вспоминать. Но самое удивительное, что Запад не всегда называл Сталина кровавым тираном. Был период, когда лидер СССР считался у наших заокеанских союзников своим парнем. Посмотрите, эти мультфильмы сняты в США в начале 40-х годов. Видите, он усатый, смешной и вовсе не страшный. Более того, он помогает американцам победить главного злодея на земле, немецкого фюрера. Да и многие деятели культуры на Западе тогда Сталина хвалили за твердость характера, за успехи советской экономики, за сильную армию, способную держать удары немецкого железного кулака. В общем, ничего деспотичного в Сталине не замечали. Все перевернулось в 44-м, когда уже почувствовавший вкус победы советский лидер начал спорить с союзниками. И в итоге отказался подписывать знаменитое Бреттон-Вудское соглашение. Таким образом, Сталин хотел освободиться от долларовой зависимости. Бреттон-Вудские соглашения – это, по сути дела, система закрепления доминанта Соединенных Штатов в мировой экономике. По сути дела, введение долларового стандарта основана на том, что якобы меняются из-за различных войн и так далее. Золото то дорожает, то дешевеет. Поэтому надо его закрепить. К чему его привязать? Привязали его к доллару. Одна унция золота – 35 долларов. Соответственно, все теперь исчисляется в долларах. Доллар стал эквивалент всем любым товарам и любым услугам. Это значит, вывело золото из основной резервной валюты, а резервная основная валюта сделала доллар. То есть переориентировало всю мировую экономику на поддержку Соединенных Штатов. Вот этого заокеанские друзья Сталину и не простили. И победитель Гитлера, веселый и улыбчивый дядюшка Джо, как его ласково называли на Западе, в один миг превратился в кровавого тирана. А следом за ним ярлык навесили и на страну. Советский Союз стал для Запада империей зла. А все из-за того, что не пожелал поставить доллар выше других денег. Естественно, Сталин один из первых, кто понял, к чему ведутся это Брендвудское соглашение. Сталин руководил той страной, которая могла себе позволить не повестись на удавку доллара. И, конечно же, он не вошел в эту систему, за что схлопотала, скажем так, дикую ненависть Запада. Соединенных Штатов за то, что они не могут его контролировать. А Европа, типа, что, не такой, как мы, мы тут под американцев прогнулись, пусть и русские прогибаются. Следом за словесными обвинениями вчерашние друзья включили и экономические механизмы террора. Против Советского Союза были введены драконовские пошлины и санкции. После того, как Советский Союз распался и железный занавес рухнул, в Россию вместе со всеми прелестями западной жизни пришла и западная валюта. И сегодня нам уже трудно представить жизнь без доллара, который, к тому же, уже не раз доказывал всему миру свою непрочность. Именно поэтому многие страны решили вернуть свое золото, которое отдали на хранение в США. Но тут их ждал неприятный сюрприз. Если вы хотите знать, почему сегодня в Америке так активно раздуваются антироссийские настроения, почему нас обвиняют во всех грехах, от выборов Дональда Трампа до уничтожения малазийского Боинга над Донбассом, при этом не приводя никаких доказательств, эта книга для вас. Противостояние с Америкой. В книге исторические факты, рассекреченные документы, свидетельства участников и очевидцев непростой истории взаимоотношений двух крупнейших держав, от которых сегодня зависит судьба всего мира. Ищите на книжных полках или в интернет-магазине «Лабиринт». Вот уже много лет ряд стран Европы пытаются вернуть на родину свое национальное богатство. Тысячи тонн золота, которое, если кто не знает, хранится сегодня в Соединенных Штатах Америки. Однако забрать драгоценный металл, однажды отправленный за океан, не получается. Представители Федеральной резервной системы придумывают самые разные причины, чтобы этого не делать. Например, оформление бумаг на вывоз золота из американских хранилищ – это несколько лет тяжелого, скурпулезного труда. Именно поэтому недавно ряд экспертов выдвинули шокирующую гипотезу – золота в хранилищах нет. То есть оно, конечно, есть, но хозяевам оно уже не принадлежит. Смотрите, это знаменитый золотой форт – Форт Нокс. Американское правительство утверждает, что это самое надежное место на Земле, где можно хранить ценности. Объект круглосуточно охраняют несколько тысяч солдат. Здесь лежит более четырех тысяч тонн золота. А это уже Нью-Йорк – хранилище Федерального резервного банка. Тут тоже все серьезно. Огромные сверхпрочные двери, камеры и вооруженные люди на каждом шагу. Тут спрятано пять тысяч тонн драгоценного металла. Сегодня на территории США есть несколько таких бункеров. Все дело в том, что американцы стремились захватить монополию на золото. Вашингтон уверял, что США – самое безопасное место на планете. Из 14 тысяч тонн золота, находящегося на таких складах, более 6 тысяч тонн – золото чужое. Так как более 50 стран привезли сюда свои золотые запасы и сдали их на хранение. Роспись, печать – все как положено. А вот дальше самое интересное. Оказывается, что забрать обратно свое золото полностью доверчивые страны теперь не могут. Все началось с Германии, когда Берлин потребовал 300 тонн золота. США отказались отдавать металл. После этого забеспокоились и другие страны. В конце 2014-го 120 тонн попросила Голландия. Причем местным политикам даже пришлось объяснять, почему они это решили – вытащить золото из американских бункеров. Но самое удивительное, что слитки, которые Нидерланды хранят в Британии и Канаде, решено не трогать. Причина, по которой золото есть в США, Великобритании и, кстати, во Франции, является исторической. Это золото было получено Германией благодаря так называемой Бреттенвудской системе в 50-х-60-х годах. В то время Германия уже экспортировала множество товаров, больше, чем импортировала. На немецких счетах накапливалось большое количество долларов. А поскольку в Германии никто не мог пользоваться долларами как валютой, эти доллары возвращались в Соединенные Штаты. И в то время в этом и заключалась основа Бреттенвудской системы. Они обменивались на золото. Эксперты уверены, голландцы просто боятся, что, как и немцы, не получат свое золото. Потому хитрят и забирают не все сразу, а постепенно – небольшими партиями. А вот Германии, которая по запасам драгоценного металла на втором месте в мире, кажется, придется забыть про свои золотые слитки, отвезенные в Америку. За полвека, что немецкое золото лежит в заокеанских хранилищах, представители Германии ни разу не пустили на него посмотреть. И это неспроста. Эксперты уверены, золота в подземных бункерах США попросту нет. Нам известна официальная информация, но заслуживает ли она доверия – это отдельный вопрос. Когда мы провели аудит в 2012 году и опубликовали его данные, через несколько дней или недель один из членов парламента и репортера немецкого таблоида «Фоторепортер» отправились в США. Тогда газета печатала громкие статьи о том, что теперь немецкое золото подвергается аудиту. Но их не пустили в здание Федерального резерва, и они не смогли попасть в банковское хранилище. Позднее им предоставили доступ в хранилище, но не разрешили делать фотографии. Аудитом такую процедуру назвать нельзя. Теперь же, спустя пару лет, Бундесбанк заявляет, что он направлял в Америку своих экспертов, которые проводили должный аудит. Никаких доказательств этого факта не существует. Вернее, его там в разы меньше, чем официально должно быть. Сейчас в хранилищах лишь местные американские слитки. А вот все золото, оставленное тут на хранение, с подписями и печатями, давно исчезло. Существует версия, что Федеральная резервная система потратила эти запасы на поддержание доллара во время многочисленных кризисов. Подозрения, что американцы украли чужое золото, были давно. В 1974-м им даже пришлось единственный раз за всю историю пустить в Форт-Нокс журналистов, чтобы они убедились сами и показали миру, что золото из Европы, переправленное сюда еще в 30-е годы прошлого века, в порядке. Вот только увидеть слитки журналисты смогли лишь с весьма почтительного расстояния. Поэтому некоторые эксперты утверждают, что в 1974-м американское казначейство разыграло театральный спектакль, что никакого золота в форте не было уже тогда, а репортерам показали муляжи. Между прочим, у такой версии есть немало доказательств. Вот взгляните, это Ибрагим Фадл, он бизнесмен. Пять лет назад этот человек купил небольшой золотой слиток на 18 тысяч долларов. Приобрел металл господин Фадл вполне официально у брокера на Олл-стрит. С виду очень внушительная покупка. На слитке есть надписи с пробой и принадлежностью металла Швейцарии. Но что-то все-таки терзало бизнесмену душу, и он просверлил в слитке отверстие. Внутри был вольфрам. Вот такое золото сегодня продают на бирже Нью-Йорка. Но может это всего лишь частный случай мошенничества? Вовсе нет. Точно в такой же ситуации, что и Ибрагим Фадл, оказался Национальный банк Китая. В октябре 2009 Пекин получил из США партию золота 50 тонн. Привезли ее все из того же Форт-Нокса. Терзаемое сомнениями руководство Поднебесной проверило несколько слитков. Внутри опять оказался вольфрам. Получается, что в главном и самом надежном, как нас всегда убеждали, хранилище мира лежит вольфрам. Но и после этих скандалов попасть внутрь форта, чтобы посмотреть на золото и убедиться, что оно там есть, не могут представители ни одной страны. Справедливости ради стоит сказать, что свое золото удалось вернуть только президенту Деголю. Правда, стоило это ему президентского же кресла. Видимо, с тех пор желающих рисковать среди европейских лидеров не нашлось. И объяснить это несложно. США самая могущественная страна на планете. А американский бизнес самый влиятельный. И если кто-то встанет у них на пути, тому точно не поздоровится. Кстати, крупные американские корпорации варварски относятся не только к партнерам по бизнесу, но и к своим потребителям. Тем, на ком они делают баснословные прибыли. Так в США отозвали несколько тысяч упаковок мороженого известных марок из 23 штатов. Выяснилось, что популярное среди американских детей лакомство содержало опасные бактерии, возбудитель листерии, крайне тяжелой инфекционной болезни. Один случай заражения из пяти, как правило, заканчивается смертельным исходом. Точно так же несколько лет назад попавшие в арахисовое масло бактерии сальмонеллы вызвали настоящую эпидемию в Соединенных Штатах. Тогда на больничные койки отправилось 625 человек в 47 штатах, несколько из которых позже скончались. Как выяснилось, сальмонелла попала в банки с маслом на заводе. Наконец, недавно родственникам пострадавших удалось отсудить у компании-производителя рекордную сумму больше 11 миллионов долларов компенсации. Они работали против себя. С помощью вранья сокрытия этих эпизодов они старались не дать правде выйти наружу. Причем воротилы индустрии ради получения прибыли давно не гнушаются даже детскими сладостями. Так недавно любители шоколада находили в батончиках с космическим названием новый необычный ингредиент вполне земного происхождения. Кусочки красного пластика. Разгневанные любители сладкого буквально обрушили сайт американского концерна, которому пришлось в итоге изъять из продажи несколько тонн шоколада. Причем это еще безобидная начинка по сравнению с тем, что обнаружили эксперты Росконтроля в шоколаде популярных торговых марок Франции и Германии. В сладком лакомстве ученые нашли несколько элементов таблицы Менделеева, среди которых был даже кадмий. После всасывания в кровь он поражает центральную нервную систему, печень и почки, нарушает фосфорно-кальциевый обмен. Выходит, что съев несколько таких шоколадок с кадмием, можно заработать себе анемию или разрушение костей. Но, пожалуй, самый неприятный сюрприз для своих покупателей приготовили немецкие производители популярных среди детей шоколадных яиц. Недавно немецкая служба контроля качества пищевых продуктов обнаружила в них машинное масло. По словам врачей, этот ингредиент, попав в организм ребенка, способен вызвать тяжелые заболевания, поражение печени, нервные системы, генетические мутации и даже рак. Как машинное масло попало в детский шоколад, производители, конечно, не знают. Зато маркетологи уверены, в современных реалиях это в порядке вещей. Кондитерские фабрики часто злоупотребляют опасными соединениями, когда экономят на самом дорогостоящем компоненте шоколада – какао-масле. Его заменяют дешевой химией. По меньшей мере две тысячи лет мудрые китайцы рекомендуют искать причины всех болезней на дне собственной тарелки. И они правы. То, что ты ешь, так ты и живешь. Более того, за последние десятилетия качество продукта упало настолько, что сегодня некоторые эксперты уверены – современная еда – ничто иное, как оружие массового поражения. Опасные для здоровья, а порой и для жизни продукты производят как страны третьего мира, так и корпорации, родина которых – оплот демократии Соединенные Штаты Америки. Не случайно одно из недавних, самых громких разоблачений было связано с одной очень известной сетью ресторанов быстрого питания. Взгляните, это знаменитый британский шеф-повар и телеведущий Джейми Оливер. Недавно он доказал, что еду из самого популярного в мире ресторана быстрого питания нельзя есть людям. И даже выиграл суд. В своем телешоу «Пищевая революция» Оливер рассказал, из чего на самом деле делаются котлеты для гамбургеров, бикмаков и прочих так называемых блюд американского общепита. При производстве котлет для гамбургеров они использовали непригодные в пищу мясные отходы, да еще и предварительно отмытые в гидрооксиде аммония для обеззараживания и придания приятного розового цвета. Как именно из внутренних органов жира и кожи повара фастфуда готовят пригодный для употребления фарш, шеф-повар показал в своем телешоу. Мы берем продукт, который годится разве что для собак, но после такой обработки его продают людям. Мы замачиваем эти мясные отходы в аммонии. Вот и все решение. Смесь, которая получилась в результате эксперимента, была очень похожа на слизь, которую повар образно назвал розовой тиной. Но самое удивительное, что Джейми Оливеру удалось еще и выиграть суд против крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания, после чего корпорация обещала исправиться. Несмотря на то, что в последние годы ценник у них все равно растет, для них один из факторов оставаться лидером своей категории – это экономить на всех расходах для того, чтобы поддерживать ценник на определенном уровне. Теперь становится понятно, в чем заключается секрет долголетия таких сандвичей. Посмотрите, этот молодой человек пришел к ресторану быстрого питания, чтобы показать всем этот чизбургер. Как вы думаете, насколько свежий этот чизбургер? Похоже, его только что приготовили. На самом деле, ему два месяца. Только вдумайтесь, этому бутерброду два месяца, а выглядит он так, словно его только что испекли. Но порой в фастфуде покупатели находят и другие секретные ингредиенты. Посмотрите, в одном из ресторанов быстрого питания, меню которого состоит в основном из курицы, пятилетний мальчик обнаружил в куске мяса опарышей. Как там оказались личинки мух, да еще в таком количестве, руководство ресторана объяснить не смогло. Зато известно, что после такого обеда ребенок попал в больницу с тяжелым отравлением и рвотой. Посмотрите, а этот резиновый предмет, очень напоминающий использованный контрацептив, недавно в банке с бычками в томате за ужином обнаружил житель Брянска. А эту консервную банку с кильками в томате открыл житель Владивосток. И его находки могли бы позавидовать ученые и криптозоологи. Ведь существо, которое там было законсервировано, в живой природе до сих пор никому не встречалось. Вот такой зверь жил в банке с килькой. Жителям Уфы повезло намного больше. Приобретя пакетик с орехами, они, по крайней мере, столкнулись не с доисторическим троглодитом и не с инопланетным мутантом, а со знакомыми представителями фауны в упаковке уютно устроилась обычная моль. А вот такую колбасу под названием «Гусарская» в фирменном магазине приобрела жительница Владивосток. Количество белка, указанное на упаковке, было явно преуменьшенным. Ведь помимо положенных ингредиентов, там были и запрещенные. Вот такие вот симпатичные опарыши. А этот москвич, нарезая батон хлеба, и вовсе наткнулся на сантехническую прокладку для водопроводного крана. Подобные находки наверняка не раз украшали и ваш прием пищи. Россияне, как говорят эксперты, к такому привыкли. И это нас уже давно не удивляет. Ведь каждый житель нашей страны знает, гвозди, прокладки и мыши далеко не самое страшное, что сегодня можно найти в наших продуктах. Последние данные о качестве молочной продукции в наших магазинах повергли в шок даже видавших виды экспертов. Роспотребнадзор проверил сметану и выяснилось, что 80% – некачественный фальсификат. А секрет прост. Оказывается, при изготовлении сметаны сегодня ряд производителей практически не использует настоящее коровье молоко. Его заменили на дешевое, но вредное для человека пальмовое масло. Посмотрите, вот обычное сливочное масло, которое продаётся в любом продуктовом магазине России и входит в потребительскую корзину покупателя. Если взять такое масло на экспертизу, то в 9 из 10 случаев оно окажется смертельно опасным. Почему? Потому что сливочным его можно назвать лишь условно. Ведь в его состав частенько входят не только животные, но и растительные жары. Например, пальмовое масло, опасное для здоровья. Ведь раньше его применяли только для смазывания металлургического оборудования и в мыловарении. Но производители сливочного масла заметили за его пальмовым суррогатом другие чудодейственные свойства. К примеру, оказалось, что оно усиливает вкус продукта, в который его добавляют. А значит, на него легче подсадить покупателя. Но самое главное, пальмовое масло несравненно дешевле натурального сливочного. То есть оно очень сильно удешевляет производство. При этом зачастую, как в сливочное масло, так и в кондитерские изделия и в мороженое кладут неочищенное, а по сути техническое пальмовое масло, которое используется в кремах для обуви и в производстве мыла, лишь бы заработать побольше. Пусть даже ценой здоровья потребителей. На самом деле есть простая арифметика. Тонна пальмового масла стоит 500 долларов. Вы представляете, если мы делаем обычный пересчет на граммы, то получается 100 грамм стоит 3 рубля. 100 грамм твердого растительного жира, в который добавляется краситель, соответствующий ароматизатор, соответствующий стабилизатор, эмульгатор, е-добавки, консерванты, плюс какие-то наполнители еще, джем, изюм, орехи и так далее. И получается шоколад без шоколада. И фактически мы не знаем, какое пальмовое масло поступает. Например, оно может быть техническое. Оно может, если оно 6 месяцев хранится, оно окисляется. Это очень быстро прогоркаемый продукт. И вообще раньше его использовали исключительно для смазки деталей в тракторах и другой тяжелой технике. Эксперты говорят, в продуктах, которые лежат сегодня на российских прилавках, содержится целый список вредных веществ. Например, консерванты, которые упрощают процесс производства продуктов и делают их более привлекательными. Но самое страшное, все это не запрещено нашим законодательством. К примеру, в икру, макаронные изделия, джемы, зеленый горошек, сок, рыбу, плавленные сырки, горчицу, мармелад, словом, во что только душе угодно, лишь бы подольше сохранить товарный вид, производители добавляют красители. Вот один из таких, Тарт Розин. Кстати, на этикетках его наличие указано маленькой буквой Е и цифрой 102. Не указано лишь то, что самые безобидные последствия, которые он может вызвать, это аллергия или приступы астмы. А вот в худшем случае постоянный потребитель продуктов с этой добавкой, по словам ученых, может заработать онкологию. Или, например, другая химическая добавка Е-636. В прошлом хорошо известно в парфюмерной промышленности. С ее помощью создавали духи и лаки для волос. А сегодня выращивают, например, помидоры. И вроде ничего запрещенного. Ведь в производственных документах такая добавка числится как удобрение. Получается, ради прибыли производители готовы класть в еду все, что угодно. Лишь бы сделать ее подешевле. Дело все в том, что в погоне за прибылью нечистоплотные производители не будут писать правдивую информацию на упаковке, потому что эта информация не будет стимулировать продажи. Поэтому сознательный обман покупателей у многих компаний стал скорее нормой, чем исключением, потому что продать товар или продать продукт питания с реальными данными об ингредиентах абсолютно невозможно. Посмотрите, это видео недавно изрядно повеселило соцсети. Из дамской сумочки молодой кореянки, зашедшей в магазин косметики, внезапно повалил черный дым. Как выяснилось, загорелся флагманский смартфон известного корейского производителя. А на этом видео тот же гаджет едва не устроил пожар в кафе. Причем телефон просто лежал на столике и даже не был подключен к зарядному устройству. Как вдруг внезапно загорелся. Интернет-пользователи подняли на смех счастливых обладателей горе смартфонов. Смех смехом. Но, например, вот этому британскому велосипедисту точно было не до веселья, когда в заднем кармане его шорт взорвался новейший американский смартфон. Мужчина упал на него во время катания на велосипеде. В результате от взрыва сильно обгорела кожа на ягодицах. Так что парню даже пришлось делать операцию по пересадке наружного покрова. Радость от покупки яблочного смартфона едва не обернулась трагедией и для вот этого жителя китайского города Чжэньчжоу. Когда мужчина снимал видео, смартфон взорвался прямо в руках. Посмотрите, от взрыва устройство буквально раскололось на несколько частей, а у владельца обгорело лицо и руки. Причем смартфоны не только калечат своих владельцев, но и уничтожают их имущество. Взгляните, этот житель Флориды и вовсе лишился своего автомобиля. Мужчина припарковал внедорожник на лужайке перед домом, а через некоторое время обнаружил его полыхающим. Как выяснилось, внутри находился злополучный корейский смартфон. Последнее, что пришло мне в голову, это то, что такая простая вещь, как телефон, может спалить мою машину и подвергнуть опасности меня и мою семью. Да что автомобиль! В Штатах взорвавшийся гаджет едва не спалил пассажирский самолет. Боинг авиакомпании «Саусвет» готовился к вылету из Луисвилля в Балтимор. Но внезапно салон авиалайнера наполнился едким дымом. Источник возгорания обнаружил один из пассажиров, причем в собственном кармане. Дымился новенький смартфон корейского производителя последней модели. Я увидел дым, который поднимался прямо из кармана, где у меня лежал телефон. Я отбросил его на пол, где он продолжал дымиться и гореть, и даже прожег ковер. После этого случая авиакомпании запретили пассажирам брать это чудо техники на борт. Перед вами кадры хроники. 1989 год. Кому-то из вас они напомнят лучшие годы жизни, которые, правда, были не очень-то сытными. Вот так еще четверть века назад выглядели прилавки наших продовольственных магазинов, которые тогда имели вполне бесхитростные, зато всем понятные названия. Хлеб, мясо, молоко, рыба. Не было не то, что изобилия. Зачастую в этих магазинах пустовали прилавки. Но если уж случался завоз, желающих взять хотя бы что-нибудь было хоть отбавлять. Даже если из-за этого приходилось лезть в настоящую драку, унять которую могла только вот такая мощная женщина-продавец с лицом грозного фельдфебеля. Именно она была настоящей царицей, от которой зависело, кто из покупателей получит лучший кусок мясной вырезки, а кто отправится домой с костью, обмотанной жилами. Выбор продуктов в СССР был невелик. Сырки дружба, селедка, серый хлеб, лимонад. Из алкоголя пиво жигулевское. Чтобы получить что-то более существенное, в плане веселящих градусов, на вроде портвейной или водки, требовалось сражаться не на жизнь, а на смерть. Посмотрите, оператор тех незабываемых лет запечатлел одну из таких сценок у московского виноводочного. Вот у заветного окошка, в котором незадорого можно было купить свое самосознание в виде бутылки водки московской, орудуют самые наглые мужики, оттесняя от него остальных жаждущих. Неудивительно, что начальникам таких магазинов, да и самым обычным продавцам беленькой в виноводочном или колбасы в мясном в те времена завидовал едва ли не каждый трудяга. О них слагали анекдоты и даже шутили, что коммунизм в стране наступит тогда, когда у каждого советского человека появится знакомый мясник или продавец портвейн. Но это были только мечты. А мечтать советским гражданам, не имеющим блата, тогда никто не запрещал. Правда, красивую жизнь с изобилием фруктов на столах и с апельсиновым соком по утрам в те времена они видели лишь в бразильских сериалах. Если ты врешь только потому, что тебя обвинят в том, что мой брак не состоялся, забудь об этом. Я никогда не был, Сестер. И сейчас я больше чем уверен в том, что ребенок не от меня. И вот, наконец, в начале 90-х каждый в нашей стране смог прикоснуться к заграничным деликатесам. Появились долгожданные чипсы, жвачка и гамбургеры. А потом в наши магазины, словно из рога изобилия, потекли продукты, о которых мы раньше даже не слышали. Принято считать, что в советское время продукты были беднее и невзрачнее. На самом деле нет, просто они были натуральными. Помидоры были не такими красивыми, как те, что в наших магазинах сегодня, зато они пахли помидорами. Помните, кто постарше этот запах детства? Куры. Куры – это разговор особый. Принято считать, что советские куры были ущербными, как и вся советская действительность. Особенно, когда начали искушать советского человека американской курятины. Вы помните те первые ножки Буша, упругие и обольстительные в своих женственных формах почти до бесстыдства? Развалившись под стеклом удивленных витрин, они манили граждан развалившегося союза обещанием незнакомого наслаждения, как ножки, стриптизерши со страниц запрещенного тогда еще плейбоя. И никому было невдомек, что эта куриная красота была искусственной, ненатуральной, накачанной анаболиками, а значит, вредной и фальшивой, как фальшивы были ласки первых проституток у гостиницы «Интурист». И теперь наши прилавки выглядят вот так. Все продовольственные магазины от скромных продуктовых за углом до сетевых гигантов ломятся от товаров. Любые виды мяса от обычной свинины до хамона, рыбы от ментая до осетрины, молочная продукция на любой вкус, самые разнообразные йогурты, творожки, сливки, сметана, самые экзотические фрукты и овощи. И весь этот продуктовый рай пестрит красочными упаковками, не чита советским, да еще и с надписями «Био», «Эко», «Только разогрет», «Домашний», «Натуральный». Только вот по словам экспертов, качество содержимого всех этих упаковок зачастую не соответствует обертке. Ведь ни за качеством производства, ни за ингредиентами этих продуктов уже давно никто не следит. Вы понимаете, вот сейчас мы не можем обвинить производителей, потому что у нас нет законодательной базы. У нас есть кодекс таможенного союза, всевозможные стандарты, у нас отменен ГОСТ, у нас теперь другие рамки и другие стандарты, другие нормативы, но в которых очень много лазеек. То есть законодательство несовершенно. Эксперты уверены, то, что лежит сегодня на российских прилавках, может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни. Появляться все эти, мягко говоря, неполезные для здоровья продукты в нашей стране начали в далекие 90-е. Тогда, после развала Советского Союза, правительство нашей уже новой страны постепенно стало отменять ГОСТы, то есть государственные общесоюзные стандарты качества. Само понятие ГОСТ появилось еще в 1925 году. И с тех пор ГОСТы безоговорочно отстаивали качество пищевой продукции. То есть государство строго следило за каждым ингредиентом, который входил в состав любого продукта питания, и за каждым шагом производства этого продукта. Как этот продукт будет называться и что будет входить в его состав, определяла специальная государственная комиссия, состоящая из ученых и специалистов пищепрома высшего уровня. Эксперты уверены, хотя качество продуктов в советские времена и не всегда было на самом высшем уровне, вы хотя бы точно знали, что берете к столу. Например, ГОСТ на колбасу высшего сорта строго регламентировал ингредиенты и технический процесс приготовления самой дорогой колбасы. А ГОСТ на колбасу второго сорта непременно регламентировал то же самое, но только для колбасы качеством пониже. Особенностью советских ГОСТов заключалась в том, что вы получаете натуральные продукты, причем жестко выстроенная система, не просто, чтобы вы, съев их, не отравились, а в том, чтобы они не привели к длительным заболеваниям. Все эти ГОСы согласовывались с Министерством здравоохранения, проводились клинические испытания, причем длительного характера. Поэтому советские ГОСы во всем мире признаются как самые правильные с точки зрения здорового питания и выведения шлаков из организма с точки зрения ненакопления их путем, так сказать, неправильной пищи. Вот настоящая ГОСТовская колбаса под всем знакомым названием Докторская. Появилась она в далеком 1936 году и называться должна была в честь отца народов Сталинская. Однако Сталин поручил куратору проекта Анастасу Микояну назвать продукт в честь его непосредственных разработчиков, докторов в НИИ мясной промышленности. Диетическая колбаса из первосортных говядины, свинины, яиц и сухого молока, одобренная знаком ГОСТ СССР, не могла быть некачественной. По ГОСТу ингредиенты были расписаны в четких долях. 25% говядины, 70% свинины, 3% яиц и 2% молока. Сегодня на многих товарах, чтобы завлечь покупателей, тоже пишут слово ГОСТ. Но теперь такая надпись не гарантирует качество. Это попытка паразитирования на уважение к старым ГОСТам, потому что действительно все, что производилось по советским ГОСТам, было качественным, было вкусным, никогда не приводило к каким-либо последствиям. И сейчас большинство производителей используют этот бренд, но это уже бренд, это не реальный ГОСТ. Производителю просто невыгодно производить по советским ГОСТам. Просто невыгодно, и поэтому он не будет производить. Но ему выгодно, чтобы вы купили его, поведясь на то, что это продукт со вкусом из детства. В советские времена недобросовестных производителей надолго отправляли в солнечный Магадан. Посмотрите, это отчет МВД СССР за 1953 год об операции по выявлению расхитителей социалистической собственности. К ним причислялись те работники пищевой промышленности, которые пытались обогатиться на производстве, не доложив фарша в котлету или добавив туалетную бумагу в колбасу. Только за 7 месяцев на зоны отправилось 5305 человек, сэкономивших на производстве для личной выгоды. Сегодня за то, что в колбасу не доложили мясо, в сливочное масло сливок, а в детское питание положили непонятную биомассу, уже давно в тюрьму не сажают. Как не сажают, например, за гвоздь или опарышей, попавших в колбасу или в детское питание? Максимум, что грозит за такие сюрпризы производителю, это небольшой административный штраф. Может быть, сегодня об этом уже мало кто помнит, но в те советские времена проблема ожирения никогда не стояла так остро, как сегодня. И дело было не только в увлечении физкультурой. Просто в те времена советский человек питался, может быть, и не слишком изысканно, зато правильно. И кушал простую, но здоровую пищу. И не сколько влезет, а сколько надо. И в этом смысле тысячу раз высмеянный столовский формат первое, второе и компот имел и свою логику, и свою ценность. Кстати, мало кто знает, что советская диетология у специалистов считается лучшей в мире. Потому и растаскивают модные диетологи наследие советских докторов по своим глянцевым брошюрам, выдавая давно открытое за заморское ноу-хау. Конец государственным стандартам качества начал приходить в 90-е. Расцвели первые кооперативы, на прилавках магазинов и рыночных лотках стали появляться заграничные шоколадные батончики и жвачки, а вместо столичной казенки полюбившийся многим спирт-рояль и немецкая водка-распуть. Для молодого поколения вкусом детства стала самая популярная в США газировка. Мы не будем озвучивать ее название, а просто покажем видеокадры применения этого напитка не по назначению. Посмотрите, вот так им чистят ржавые и окисленные поверхности от пожелтевших ванн до потускневших украшений. А вот как с его помощью можно удалить накипь на чайнике, справиться с пригоревшими остатками на дне кастрюли. Достаточно просто залить напиток в емкость и нагреть для ускорения процесса. Американские садоводы и вовсе уверяют, что сильно разбавленную американскую газировку можно применять в качестве удобрения и даже ускорить созревание компоста, если полить ею кучу травы и садовых остатков. Это привлечет дождевых червей и ускорит процесс перегнивания органики. Но самое оригинальное применение напитку придумали американские полицейские. Они смывают им застывшую кровь на месте преступления. Ведь химические ингредиенты, входящие в этот любимый напиток поколения 90-х, прекрасно справляются с ржавчиной. Его чудо! Смотрите, у нас появились даже проблески самого металла, светленького. Конечно, где резьба, там немного ржавчины осталось, там потолще, наверное, слой был. А так вот отъело очень хорошо. Так что может мыть колой свою машину. Посмотрите, это мясные фрикадельки, которые продаются во всех магазинах известной шведской мебельной сети. По рецепту блюдо должно содержать только говядину и свинину. Но вместо этого эксперты Чешского государственного ветеринарного института нашли в них ДНК лошади. По нашей информации, вся конина попала на рынок легальным путем. Это означает, что она абсолютно безопасна для потребления. Но в процессе дистрибьюции мясо было наименовано как говядина. Мы не знаем, опасна ли она для здоровья или нет. Ладно, если еще конина вместо говядины. В последнее время в Соединенных Штатах участились случаи, когда в супермаркетах люди покупают мясо, содержащее галлюциногенное вещество ЛСД. Посмотрите, мясо, купленное в этом магазине Флориды, вызвало галлюцинации, отдышку и головокружение у целой семьи. Первым после ужина почувствовал себя плохо отец семейства. Затем ухудшилось состояние его жены, которая была на девятом месяце беременности. Женщину срочно доставили в больницу, где провели экстренное кесарево сечение. В госпитале оказались и две их дочери, которые жаловались на галлюцинации. Как показала экспертиза, в мясе содержались следы ЛСД. И неизвестно, как наркотик туда попал. А все потому, говорят эксперты, что конкуренция на рынке слишком велика. Вот и остается производителям либо разоряться, либо подмешивать в тефтели и колбасу рога и копыта и продавать их задешево благодарной публике. Но такой процесс удешевления, говорят эксперты, не вечен. Ведь в конечном счете у нечистых на руку производителей начинаются серьезные проблемы. Скоро будут уже синтезировать мясо в специальном биотическом растворе методом клонирования. Но самое страшное, что нас, в принципе, могут привести к тому, что самое легкоусвояемое мясо – это человечное. Давайте мы будем есть человеческую мышцу. Ну, это, конечно, страшная перспектива, но уже в мирах ученых, в узких кругах ведется такая полемика, что это, в общем-то, наше ближайшее будущее. На этом фоне российское мясо выглядит куда аппетитнее заморского. Причем настолько, что настоящим трендом в Китае стало ездить за продуктами именно в Россию. Жители Поднебесной хотят видеть на своих столах больше российской еды и даже готовы закупать любые виды нашего продовольствия, потому что считают его более качественным, чем даже собственные продукты. А вот в Казахстане и Киргизии отдают предпочтение российским сладостям. Дошло до того, что наши конфеты вытеснили с прилавков украинские. Подсчитав убытки, кондитеры незалежной прослезились. Только за прошлый год украинская казна недосчиталась, только вдумайтесь, 500 миллионов долларов. Причем по привычке во всех своих бедах на Украине винят Россию. Дескать, их сладости не покупают из-за ограничения транзита украинских товаров через территорию нашей страны. Конечно, ведь просто признать, что российские конфеты вкуснее и дешевле, для них, наверное, равносильно зраде. Я не думаю, что российские конфеты намного вкуснее украинских, потому что и украинская, и российская кондитерская промышленность выросла на советском качестве, на советских традициях. Поэтому, собственно говоря, вкус конфет у нас практически одинаковый. Единственной причиной, по которой российские конфеты вытеснили с рынка украинский, как раз и являются вопросы логистики. Потому что стоимость логистики в конечной стоимости конфет является определяющей по большинству параметров и по большинству позиций. Ради того, чтобы спасти репутацию, недобросовестные компании то и дело прибегают к помощи рекламщиков. Правда, иногда это дает обратный эффект. Поскольку воротилы рекламного рынка перегибают палку, считая потребителей доверчивыми идиотами. Так, например, на упаковке шведских сосисок находчивые маркетологи написали, что этот продукт на 104% состоит из мяса. Понятно, что возмущенные покупатели не поверили написанному, поскольку с помощью простой математики можно легко определить, что никакая колбаса в мире не может содержать более 100% ингредиентов. С точки зрения логики, конечно, на 104% продукт из мяса не может стоять. Мы понимаем, что если это даже 100%, то это просто должен быть фарш из натурального мяса. Тогда это будет 100%. Но такой продукт продавать никто не будет, потому что он долго храниться не будет. Или вот в Германии производители колбасных изделий клеили на упаковке своей продукции стикеры. На которых говорилось, что сосиски исключительно ручной работы. Но, как выяснилось, под видом элитной продукции, сделанной в лучших традициях немецких колбасников, скрывались обыкновенные сосиски промышленного производства. А с помощью красивой этикетки маркетологи просто приманивали покупателей. Искусство маркетологов позволяет превратить в предмет страстного вожделения все, что угодно. Даже такие элементарные вещи, как, например, воду. Посмотрите, это одна из самых дорогих марок питьевой воды в США. Одна бутылка стоит в переводе на рубли 5000. При этом добывают воду не где-нибудь в ледниках Антарктиды, а из подземных родников штата Теннесси. А вот еще один сорт воды по такой же цене. Баснословные деньги люди платят за красивую легенду. Ведь в рекламе говорится о том, что вода добывается в океанских глубинах неподалеку от Гавайи. И ведь никому нет дела до того, что эта вода с океанских глубин или подземных шахт ничем не отличается от самой обычной водопроводной воды. Это просто такой ход продавца. Точно так же у нас, когда на бутылках подсолнечного масла одной фирмы начали писать «не содержит холестерина», продажи этого полезного масла резко возросли. Потом кто-то умный вскинулся. Постойте, мамаша, да ведь любое подсолнечное масло не содержит холестерина. Но дело уже было сделано. Вот так буквально из воздуха создаются легенды, в которые мы верим и за которые платим. И действительно, современная индустрия рекламы порой специально выдает одно за другое, выворачивая наизнанку даже очевидные факты. Посмотрите, это рекламный ролик японского автомобиля. Сначала в кадре появляется симпатичная девушка, которая на ходу снимает с себя одежду, наверное, намекая, что для покупки желанного авто придется снять с себя последнее. В итоге героиня остается в одних трусах. Но в финале ролика выясняется, что девушка-то вовсе и не девушка, а транссексуал из Израиля, да еще и украинского происхождения. Сегодня мы снимали здесь рекламный ролик японского автомобиля. Это моя первая работа в Японии, и я очень, очень возбужден профессиональной работой команды. Причем для таких рекламщиков, как говорится, сам черт не брат. В последнее время для своих роликов они не боятся привлекать в качестве главного героя даже смерть. Взгляните, это, пожалуй, самая оригинальная реклама на тему смерти. Водитель едет по заснеженной трассе, и внезапно в салоне автомобиля появляется смерть с косой в мужском обличке. В тот же момент перед водителем возникает неожиданное препятствие на дороге, столкновение с которым должно закончиться трагически. Но системы безопасности автомобиля спасают водителя от неминуемой смерти. Извини. И ведь действительно, в последнее время авторынок превращается в настоящую лотерею смерти. То крупный немецкий автоконцерн отзовет большую партию своих автомобилей из-за того, что охлаждающая жидкость почему-то течет не туда, а попадает прямиком в блок управления двигателем. То японский автопроизводитель объявит об отзыве своих машин из-за неисправности ручных тормозов, которые иногда не то что не срабатывают, а даже откровенно смеются над водителем. Мои тормоза смеются надо мной? Вот так. Явно было не до смеха и некоторым владельцам автомобилей знаменитой немецкой марки. Баварский концерн недавно отозвал около 150 тысяч машин, выпущенных за последние несколько лет, из-за того, что в моторном отсеке в любой момент мог загореться резиновый уплотнитель. Кстати, недавно задымилась репутация еще одного крупнейшего немецкого производителя машин. Власти США приказали отозвать почти полмиллиона автомобилей, а сам автоконцерн оштрафовать на десятки миллиардов долларов. Американцы обвинили его в попытке обойти экологическое законодательство США. Оказывается, немцы оснастили свои автомобили хитрой компьютерной программой для дизельных двигателей, которая обманывала датчики загрязнения окружающей среды. Во время теста, который определял содержание вредных веществ в выхлопных газах, шулерская программа включала фильтры, и выхлопные газы соответствовали требованиям, и выключала их при обычной работе двигателя. Любопытно, что все отозванные автомобили продавались в США под слоганом «Чистый дизель». После скандала некоторые пользователи соцсетей предложили свои варианты того, как должна выглядеть настоящая реклама автомобилей этой марки. Например, вот так. Смех смехом, но в погоне за прибылью жертвами довольно часто становятся именно покупатели автомобилей. И, к сожалению, в прямом смысле. Недавно выяснилось, что подушки безопасности японской компании «Токата», которые, по идее, должны были спасать водителям жизни при ДТП, наоборот, калечили автовладельцев и их пассажиров. Во время ДТП они или вовсе не раскрывались, или взрывались, выстреливая в лицо металлическими осколками. В лучшем случае водители оставались калеками на всю жизнь, как эта женщина, которую бракованный аэрбэк оставил без глаза. Или, например, эта автоледи, которой опасная подушка оторвала половину уха. Девушка сейчас им практически ничего не слышит, но, тем не менее, она уверена, что ей еще повезло. «Слава Богу, что ни один осколок не попал в лицевой нерв. Ведь если бы это произошло, левая сторона моего лица навсегда осталась бы парализованной». Осколки руля могли лишить ее не только слуха, но и жизни, как эту 18-летнюю американку Эшли Пархен. Бракованная подушка безопасности выстрелила металлической шрапнелью ей в лицо, шею и грудь. В результате девушка скончалась. В США бьют настоящую тревогу. За последнее время было доказано более 10 случаев гибели водителей и пассажиров из-за дефектных подушек безопасности. Причем ставились они на автомобили по всему миру, многие из которых сегодня ездят по европейским и российским дорогам. Только представьте, всего было выпущено около 300 миллионов бракованных подушек. О том, что они опасны, производители знали давно. Но как ни в чем не бывало, продолжали продавать дефектные автомобили. Эксперты говорят, все просто. Корпорации сознательно стараются скрыть правду, потому что не хотят терять прибыль. Одной из целей любой корпорации является получение прибыли. Поэтому если этой прибыли что-то начинает угрожать, то информация будет скрываться до последнего. Потому что это все-таки репутационные риски, и не каждая корпорация готова заявить о том, что она ошиблась или она подвергла риску своего покупателя. Поэтому любая ситуация, которая связана с тем, что товар или услуга несут угрозу для конечного покупателя, будет скрываться до тех пор, пока она не выйдет наружу. При этом в погоне за прибылью конкуренты открыто подставляют друг друга. В бизнесе это называется куда мягче – конкурентная борьба. Хотя тактические приемы, которыми сегодня пользуются соперники, больше смахивают на настоящие военные стратегии. Правда, жертвами таких торговых баталий становятся все те же простые покупатели. Наверняка кто-то из конкурентов подставил известную шведскую мебельную компанию, когда со скандалом ей пришлось изъять из продажи 29 миллионов шкафов шести моделей. Дело в том, что комоды опрокидывались на детей. Жертвами неустойчивой мебели уже стали 36 малышей, шестеро из которых погибли. Посмотрите, во всех случаях комоды падали и придавливали детей к полу. Это кадры с камеры наблюдения, которая была установлена в доме американской семьи. Видно, как двухлетние братья-близнецы взбираются на неустойчивый комод, который не выдерживает и падает прямо на малышей. По счастливой случайности, одному из альпинистов удается выбраться из-под завала. А вот второго опасный шкаф крепко прижал к полу. Но трагедии удалось избежать лишь благодаря находчивости мальчика, который продемонстрировал недетскую силу и сумел высвободить своего брата из-под тяжелого комода. Вот он, маленький герой. Хотя что говорить о производителях опасной мебели, если сегодня даже детские игрушки способны покалечить ребенка. Недавно социологи попытались ответить на простой вопрос, в каком мире живут наши дети, и пришли к шокирующему выводу. Психологическая нагрузка, которую мы, то есть наше время, навязывает нашим детям непомерной для детской психики. Действительно, если присмотреться, что окружает современных детей с точки зрения нашего детства, какие игрушки, книжки, мультфильмы, есть над чем задуматься. Посмотрите, это игрушечная пневматическая ракетница из фильма «Звездные войны». Она стреляет пластиковыми снарядами. Сегодня эта пушка запрещена, поскольку за то время, пока ее можно было купить, стало причиной десятков несчастных случаев. От простых царапин до выбитых зубов. Этими же последствиями часто заканчивался танец еще одной игрушки под названием «Скайдэнсер» – небесная танцовщица. Мощный электромотор обеспечивал настолько резвое вращение летающей куклы, что ее крылья безжалостно наносили порезы и ссадины всем, кто оказывался в зоне ее фуэте. Правда, некоторые игрушки способны покалечить не только руки и ноги ребенка, но и изуродовать психику малыша. А порой и его родителей. Посмотрите, это игрушечный шест для стриптизерши. Невероятно. Но в комплекте есть даже фальшивые деньги для поощрения танцовщицы. Правда, куклу придется покупать отдельно. Наверняка его создатели хотели подготовить детей к веселой мужской жизни. А вот на что рассчитывали производители кукол с ампутированными конечностями. Настоящая загадка. Взгляните, вот такие пластмассовые фигурки без ног сегодня можно найти на прилавках детских магазинов. Ребенку предлагается прикрепить протезы к телу несчастной куклы и обеспечить ее костылями. Родители сокрушаются. Неужели ампутированные конечности кажутся производителю смешными и забавными? Эксперты уверены, в появлении таких игрушек нет ничего необычного. Ведь предложение рождается благодаря спросу. И если детям нравятся подобные игрушки, то они будут выпускаться и дальше. Если ребенок видит подобные явления на улице, если он видит подобные проявления в кино, если он может это увидеть в интернете, то гораздо легче объяснить ему суть этих вещей с помощью игрушек, в которые он играет. Я думаю, что эти игрушки, они все-таки несут более образовательную функцию, чем функцию обыкновенной игрушки, когда вот на этих примерах ребенок понимает, в каком мире он живет. Порой в схватке за долю на рынке конкуренты готовы буквально на все, даже объявить противнику войну. Причем методы конкурентных битв могут быть самыми разными от покупки инсайдерской информации до попыток сорвать поставки в торговые точки конкурента. Хотя нередко компании ведут себя вовсе не как отважные рыцари, а как трусливые воришки, когда крадут друг у друга технологии. Причем в скверных делишках порой замешаны отнюдь не мелкие торгаши с колхозного рынка, а известные на весь мир крупнейшие корпорации. Вот, пожалуй, одно из самых громких дел последних лет. Эпичное противостояние американских и корейских производителей смартфонов, которое длится уже много лет. Компании обвиняют друг друга в воровстве технологий и дизайна мобильных устройств. Несколько лет назад яблочники подали в суд на корейцев из-за того, что в их смартфонах используются точно такие же круглые кнопки возврата на стартовый экран, и даже выиграли суд. Но в прошлом году корейцы взяли реванш. Американские производители хотели отсудить у основных конкурентов ни много ни мало 1 миллиард евро только за то, что их смартфоны внешне похожи на яблочные аналоги. Однако ответчикам удалось снизить эту сумму более чем наполовину. Когда и, главное, в чью пользу закончатся все эти судебные тяжбы, длящиеся с 2011 года, не знает никто. Но самое интересное то, что американцы предъявляют обвинения в экономическом шпионаже другим странам в то время, как сами стали мощной промышленной державой благодаря именно краже чужих секретов. По словам экспертов, на протяжении долгого времени США незаконно присваивали себе механические и научные новшества европейцев. Причем такое пиратство у американцев, как говорится, в крови. Ведь еще с конца 18 века промышленные шпионы Соединенных Штатов рыскали по всей Европе в поисках не только новых машин и станков, но и квалифицированных рабочих, которые могли работать на этих устройствах. Невероятно, но такой импорт контрабандных технологий в США даже поощрялся на самом высоком уровне. Дело все в том, что все новшества, которые были изобретены в Европе, например, в период Великой Отечественной войны, были присвоены американцами простым путем. Они перевозили этих разработчиков к себе в страну, давали им прекрасную лабораторию условия для жизни. И, собственно говоря, те открытия, которые были сделаны в Европе, они получали свое продолжение в Соединенных Штатах Америки. Это довольно обыкновенная практика с точки зрения мировых войн, которые происходили. То же самое происходило и дальше, когда существовал железный занавес. Промышленный шпионаж в США был развит, я так думаю, что с самого начала образования этой страны. Именно поэтому у них появились и Силиконовая долина, и самые лучшие исследовательские лаборатории. Выходит, что американцы сделали свою страну промышленной державой благодаря краже секретов. Зато сегодня они вдруг превратились в самого активного в мире борца за интеллектуальную собственность. И это не случайно, ведь недавно выяснилось, что в производстве тех же айфонов американцы использовали технологии финской компании, известной своими сотовыми телефонами. Юристы уже подали многочисленные иски против американской корпорации сразу в несколько судов Германии и США. Как выяснилось, яблочники позаимствовали у финских ученых разработки дисплея, антенны, пользовательского интерфейса и кодирование видео. Только представьте, всего американские производители нарушили 32 патента. Но при этом заявляют, что это у них воруют технологии. И даже грозят устроить настоящую термоядерную войну конкурентам, которая живет их, если не со света, то с рынка однозначно. В тем, скажем, вот такое вот лоббирование, практически, если там какие-то пальмовые компании угнетают, если какие-то пальмовые компании начинают там преследоваться страной, то там в стране вдруг возникает переворот, и там правительство объявляется вне закона, нарушающие там права человека и гуманитарные функции и так далее. То есть вот эти использования политических рычагов, военной машины, это вполне уже такая отработанная методика. Мало кто знает о том, что большая часть того, что мы привыкли считать последними достижениями науки и техники, лазеры, навигаторы, мобильные телефоны, были придуманы еще в 30-е годы прошлого века, причем в нацистской Германии. Это кажется невероятным, но недавно рассекреченные документы свидетельствуют о том, что не произойдет, и Вторая мировая война интернетом, фейсбуком, скайпом и другими прелестями нашей с вами действительности могли бы пользоваться еще наши с вами бабушки. Посмотрите на этого человека. Это опер-группенфюрер и генерал СС Ганс Камлер. Его называют одной из самых загадочных фигур Третьего рейха. Когда до конца Второй мировой войны оставалось чуть больше года, он был назначен руководителем строительства подземных авиазаводов. Камлер был назначен Геодрихем Гиммлером. Под его руководством началось строительство очень большого подземного комплекса в горах Гарц, это в средней, в центральной части Германии, ну, так называемый, известный завод Нордхаузен. Взгляните, на этих редких кадрах одно из подземелий нацистов. Целая сеть запутанных лабиринтов и глубоких штолен. По официальной информации, они возводились для строительства новейших самолетов Люфтваффе. Но эксперты считают, что это было лишь прикрытием. А главная задача Камлера – некий сверхсекретный проект, о котором не знал даже министр вооружений. В курсе были только Гиммлер и Гитлер. История исчезновения самого Ганса Камлера в конце войны до сих пор тайна. Первая версия считается, что он покончил с собой. Вторая версия, что его убили офицеры СД, потому что он носитель был информации сверхсекретной, поэтому, значит, раз не было возможности его вывести, его там и прикончили. Значит, третья версия, то, что он, значит, просто пропал без вести, скрывался вначале в лесах от советской армии, ну и где-то там погиб. В США хорошо знали о технологической продвинутости немцев. И уже в ноябре 1944-го американцы создали Комитет промышленно-технической разведки для поиска в Германии технологий, полезных для послевоенной американской экономики. Но интересовали американцев не только схемы, чертежи и опытные образцы, но и талантливые инженеры. Главным трофеем стал отец американской космической программы Вернер фон Браун. В Мюнхене он сдался американским властям после небольшого допроса в разведке. Ну, тут же стало известно, доложили в Вашингтон. Ну, понятно, что такая фигура, конечно, заинтересует. Безусловно, тут же примчались специалисты, ученые. И, в общем-то, он был там особо и вербовать его не надо было. Он готов был работать в Америке. И, понятно, вскоре он был доставлен в Соединенные Штаты. Там ему предоставили великолепные условия. Значит, все и производство, и лабораторию. И он успешно до 1977 года трудился и жил. Всего по тайной программе эвакуации ученых Третьего Рейха США вывезли в страну более 1600 специалистов. Именно поэтому, говорят некоторые эксперты, США в 20 веке удалось сделать резкий рывок в технологиях. Ведь в лабораториях Третьего Рейха создавалось не только оружие будущего, но и технологии, которые мы осваиваем только сейчас. Согласно Эйнштейну, Всякий раз, когда вы говорите о гравитации или о геометрии гравитации, вы также говорите о времени. Вы проецируете буквально космическое время. Нацисты смотрели на это, как на новое изобретение, дающее им бесплатную энергию, разрушительное оружие и нескончаемую силу. Мало кто знает, что в феврале 1945-го, когда советские войска вышли на Одер, исследовательское бюро Ганса Каммлера разрабатывало проект миниатюрного переносного устройства связи. Европейские историки уверяют, без чертежей из центра Каммлера не было бы айфона, а на создание обычного мобильника ушло бы как минимум сто лет. Посмотрите на эту белокурую красотку. Это Хэдди Ламар, знаменитая американская актриса. Это она, сыграв в первом в мире эротическом фильме «Экстаз», появилась на большом экране обнаженной. Это ее впервые назвали самой красивой женщиной мира. Она же – бывшая жена владельца военных заводов, выпускавших оружие для Третьего Рейха. Вы удивитесь, но именно ей мы обязаны появлением системы сотовой связи. Вот ее не случайно сейчас называют как бы родоначальницей создания такого великого изобретения, как мобильный телефон. Те принципы, которые она вложила в управляемые торпеды, вот как раз эти принципы были и взяты на вооружение уже создателями мобильного телефона. Ее настоящее имя – Хедвига Ева Мария Кислен. Родилась в Вене и рано начала сниматься в кино. Причем сразу в эротических фильмах. Когда девушке исполнилось 19, родители поспешили выдать дочь за оружейного магната Фрица Мандля. Он делал для Гитлера патроны, гранаты и самолет. Мандл так ревновал свою ветреную жену, что требовал сопровождать его во всех поездках. Хэдди присутствовала на встречах мужа с Гитлером и Муссолини. Из-за броской внешности окружение Мандла считало ее недалекой и глупой. Но эти люди ошибались. На военных заводах мужа Хедвига времени зря не теряла. Она смогла изучить принципы действия многих видов оружия, в том числе противокорабельного и системного видения. И это очень пригодится ей позже. К тому же и сам Мандель несмотрительно делился с супругой своими идеями. Хэдди Ламар, она, конечно, часто, то есть во всех переговорах участвовала практически. И в этом ее муж был виновником, потому что он старался, чтобы она ни на шаг от него не отходила. Даже когда какие-то политические деятели приезжали к ним в имение, или переговоры какие-то деловые, связанные с продажей, с покупкой оружия, все это происходило при ней. Кроме того, ведь там шла речь не только о покупке или продаже оружия, но и о том, чтобы спонсировать какие-то программы нового вооружения. Естественно, она была участницей этих переговоров. Хедвига сбежала от супруга в Лондон, а оттуда перебралась в Нью-Йорк, где продолжила карьеру актрисы. Но самым удивительным в ее судьбе было то, что успешная голливудская звезда занялась изобретательством. И вот здесь-то и пригодились ее знания об устройстве оружия, добытые на военных заводах и в спецлабораториях Третьего Рейха. В разгар Второй мировой Ламар запатентовала технологию частотного сканирования, позволявшую на расстоянии управлять торпедами. Спустя десятилетия этот патент стал основой для связи с расширенным спектром и используется везде. От мобильных телефонов до Wi-Fi. Принцип «изобретенный Ламар» применяется сегодня в самой большой в мире навигационной системе GPS. Свой патент она бесплатно отдала правительству США. Именно поэтому 9 ноября, день рождения Хеди Ламар, отмечают в некоторых странах как день изобретателя. Именно в немецкоговорящих странах, то есть в основном это в Германии, и в ноябре, 9 ноября было объявлено днем изобретателей. И именно это в честь вот этой актрисы, замечательной женщины, изобретательницы в день ее рождения. Ну а в Америке в 2014 году есть такой пантеон славы американских изобретателей. Вот ее имя внесено было спустя 14 лет после ее смерти. В греческом языке есть такое слово «плутократия». Дословно оно означает «власть денег». Но древние греки и представить себе не могли, что через несколько тысяч лет целое поколение промышленников станет заложницей плутократии и алчности, победив даже тщеславие и инстинкт самосохранения. Они прекрасно пользуются тем, что жизнь современного человека сегодня сложно представить без того же смартфона, ноутбука, стиральной машины или элементарного шкафа для одежды. Нам нужно покупать еду, одежду, чтобы не ходить голыми, мебель, чтобы не спать на полу. Но покупая тот или иной товар, мы зачастую не задумываемся, насколько он может быть опасен для нас. Мы вряд ли догадываемся, что, например, корпус обычного смартфона может взорваться, или обычный поход в ресторан быстрого питания чреват отравлением. Но, к сожалению, современные корпорации в первую очередь думают о прибыли, а в последнюю – о здоровье и жизни своих покупателей. Ведь это просто бизнес и ничего личного. Получается, что на продаже всего и вся в современном мире и уничтожении того, что еще совсем недавно называлось вечными ценностями, сегодня держится экономика целых государств. Например, мало кто знает, что производство порнографии, то есть того, что еще не так давно даже на Западе было уголовно наказуемым деянием, сегодня совершенно легальная статья государственных доходов. Именно кино для взрослых – основной источник пополнения налогового бюджета американского штата Калифорния. На этом наша программа закончена. Но прежде чем попрощаться, хочу сообщить, что в издательстве «Эксмо» вышла книга, которая имеет точно такое же название, как и программа «Территория заблуждений». В ней самые интересные теории, версии и гипотезы, которые в силу разных причин не вписываются в классические представления об окружающей нас действительности. Сегодня я с вами прощаюсь, а встретимся мы с вами уже в понедельник в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда, в 18.